Маэстро Маэстро Что за чертовщина? Какой пистолет? Вот этот. Какой? Откуда мне знать, может быть, убил эту женщину, а браслетик ее себе на руку, а что? Это мне валька Копченый вчера подарил. А ну, кайся быстрее, где взял браслетик? Я не понимаю, о чем вы говорите. Браслетик из серебряного, со змейкой червленой, одним изумрудным глазком, какой ты Маньке подарил. Ничего я ей не дарил! Ты меня толкуешь про одну вещицу, как она к тебе попала, где и когда. Вот эту. На прошлой неделе у Верхи Мадийский банк сообразили. Вот я Фокса его и выиграл. Коля, ты? Да, да, открывай. Ой, кто это? Значит так, Вера, теперь в доме у тебя постоянно будут дежурить наши сотрудники. Ясно? И зачем? Затем, что в доме у тебя будет засада. Пока Фокс не заявится. Деда! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Такие 76-мм орудия таскали. Подлез однажды и поднял его. Ей-богу, не вру. Молодец, Шарапов. Хорошо мыслишь, разведка. Это нам здорово поможет, а? А я ж. А бы на легше шукать. Вот так. Хвалю, Володя. Продолжайте осмотр. Володя. Стареешь, брат, стареешь. Цепкости твоих, Валеный, больше не вижу. Громкие слова, полный набор уголовных шушеры. И не с места. Мы от тебя другого ждем. Спасибо за доверие. Спасибо, хоть еще чего-то ждете от меня. Это что же получается? Вся Москва слухами полнится. Завелась, мол, черная кошка. Житья от этой банды нет. Так что активизируйся, Жеглов. С этого дня все дела побоку. И занимайся только черной кошкой. Люди освободятся, дадим в помощь. Свободен. Ткатья Машинкер. Ее оформление используется в ткани двух расцветов. Силуэт мягкий, с небольшим пилиграмем. Моздая деталь, кокетка, выполненная из ткани с рисунком. Летнее платье из шелка с набивным рисунком. Отрезное по линии талии. Мягкую форму лифа подчеркивает друкировка на плече и грузи. Шляпы для этого года характерные, чуть меньшего объема, подобранные в ткани. Элегантные костюмы с плотного шелка. Удлиненный жакет. Труакат. Отрезной по талии. Отделка тесьма. Юбка оформлена мелкими складками, застроченными до линия бедра. Нарядность костюма придает блуза с воротником в виде мягкого банка и шелка. Здравствуйте, извините. Можно? Можно, можно. Извините, я из уголовного розыска. Что-что? Из уголовного розыска? Да, у нас к вам дело. Вы Соболевская? До свидания. До свидания. А в чем дело? Что случилось? Да, собственно, ничего особенного не случилось, но... Я слушаю вас. Нас интересует один ваш приятель. Какой именно? Извините. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так, кто же именно? Фокс. Ага. Вот что. Вы его хорошо знали. Ну, как вам сказать? не скрою я хотела бы знать его лучше но к сожалению мне это не удалось он мой бывший любовник мы познакомились полтора года назад случайно и мне показалось что ну в общем у нас ничего не получилось мы расстались фокс так его зовут вернее его зовут евгений но он предпочитал чтобы я называл его по фамилии я не знаю что он там натворил по вашей линии но я ему не верила я всегда думала что он плохо кончит а почему но я не знаю поймете ли вы меня он как будет вам сказать необычен понимаете я имею ввиду не внешность хотя он красивый парень я другом он способен на поступок он дерзок он смел он силен не то что остальное мужское братья простите насчет того что плохо кончит а ну всех этих качеств у него слишком таким людям трудно удержаться в рамках дозволенного вы с ним расстались давно месяца три назад больше не встречались а где он живет что действительно что серьезно натворил если не секрет понимаете уж больно он похож на одного злостного алименщика бросил двоих ребят а сам порхает ну и не могли бы объяснить какой он из себя как выглядит пожалуйста да конечно роль вы не отвели мало почтенную но ради двух несчастных брошенных детей так и быть высок встроен широк плечах волосы прямые зачусанные назад глаза серые лицо такое слегка вытянутое губы немножко тонкие но они не портят его на подбородке ямочка решительный умен впрочем вас это не интересует а орден у него какой отечественной войны как будто первой степени так а где он живет вы конечно не знаете почему знаю три месяца назад я его устроила к своей модистке марина рощей да марину рощу я рассказал что он там бывает редко я поймала его по телефону он сказал что то на кто то правило да что то Слушай, Глеб, никак у меня из головы не идёт тот бандит. Какой? До которого я у склада упустил, с орденом Отечественной войны. А, что? Уж более он похож на Фокса, как его Соболевская описывает. Я думаю, ты переусердствовал, Володь. Ты сколько того офицера видел, минуту, не больше? Да я эту минуту на всю жизнь запомнил. Да нет, не может быть. Не может быть, чтобы Груздев был связан с бандой. С одним человеком ещё куда не шло, а Званды нет. Не того полёта эта птица. Здорово. Здравствуйте, товарищ Шарахов. Вы меня не узнаёте? Моя фамилия Синичкина. Мы с вами в роддом подкидыши отвозили. Забыли меня? Я не забыл. Мы как тогда с вами расстались, я всё время о вас думал. И на работе? На работе тоже думаете? Нет, вот на работе не думают. У меня от этой чёртовой работы всё время как экзамен. Голова кругом идёт от всех этих премудростей. Ничего научитесь. Мне в первое время тоже совсем не в моготу было, а потом ничего освоилось. А поначалу даже на гуфтвахте сидела. На гуфтвахте? Я тогда ещё только месяц отслужила, а у подушки свадьба. Ну, Женя с фронта вернулся, а у меня для вечера дежурства. Никак мне не поспеть в парикмахерскую. А очень хотела шестимесячную сделать. Ну, понимаете, и я прямо с винтовкой ушла в парикмахерскую. А тут как раз проверяющие. Ну, и всё, вместо свадьбы пять суток на гуфтвахте. А как вас зовут? Меня зовут Владимир. А меня Барвара. Пошли. Мы идём на последний милет, Покровит, но дворит, И машина летит на честном слове И на одном крыле. Ну, дела, ночь была, Все объекты разломбили бы доклад. Я и на задание хожу без оружия. У меня бандиты боятся. У меня удар правый 95 килограмм. А что, сам Сиголович, Чемпион Советского Союза по боксу, Отказался от встречи со мной. Гриш, женись на мне. Я тебе никому в обиду не дам. Тем более, какому-то Сиголовичу. Все объекты разбомбили мы до тла. Как пробит, поздавит, И машина летит на честном слове И на одном крыле. Варечка, Варечка, Что вы делаете в воскресенье? Еще не знаю. Давайте в парк сходим. Не знаю. Смотри, как Шарап у меня смотрит. Сам слушай, зарезай. Коля. Оп, хлопчины журейц. Да мне-то какое дело? Да я вижу, что тебе нет никакого дела. Как тому цыгану до лошади. Гарная девочка. Только она не для Тараскина. Очень он быстрый, как тот хвейерверк. И оконная замазка ей тоже не нужна. Покажи характер. Вон мое окно. Устала? Да нет. Ну и пошла. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Топорков. Топорков, за дверь. Верка, открой. Что это, Верочка? Ты сегодня какая-то грустная. Здравствуйте. Придиете документы. Документы, товарищ. Документы? Это можно. Документы, граждане, в порядке. На пол! Открыто. Открыто. Собирайтесь мигом. Засаду в Марьиной рощи перебили. Топорков тяжело ранен. Соловьев, слава богу, жив остался. Более ничего не знаю. Шевелись. Садись, садись, чего ты маячишь. Ну? Ну, порассказывай. Всё по порядку. Значит так. Целый день всё было спокойно. В 22.50 вдруг раздался стук в дверь. Я велел Верке впустить человека. Даже вспомнить жутко. Что ты раскудахтался, как баба? Ты дело говори. Ну, Глеб, вот я и говорю. Ну, значит так. Топорков встал за дверь. А я за столом сижу. Руководишь, значит. Ну, Глеб, зачем ты так? Так говоришь, будто это я виноват, что он в Топоркова попал, а не в меня. Ну вот, и он, значит, вошёл, пока на свету в комнате не осмотрелся. Я ему говорю, предъявите ваши документы. Он так ещё оглянулся, гад, засмеялся. И полез во внутренний карман пальто. И вдруг так, бац, прямо. И, главное, быстро всё произошло. Ну, выстрел тихий. Я даже не понял ничего. Он как звездонёт меня пистолетом в лицо. Сознание из меня вон, а он упал. Я бесчувственно, а он убежал. Врёт он вам. Не падал он без чувствия. Молчать? Будешь говорить, когда я скажу. Говори, Вера, как дело было. Присел у нас страха, когда Фокс от него из нагана стрельнул. А про свой-то наган забыл, а Фокс ему и говорит. Лежи, говорит, смирно, коль тебе жизнь дорога. А мне, если узнаешь, что на меня легавых навела, кишки, говорит, выпущу. Так, а этот? Что этот? Этот полежал маленько, да побёг по телефону звонить. Я к вашему раненому-то подошла, в грудь его ранили. Глеб, ты... Да что ты? Ребята, вы... Ты что, этой воровке поверил? Ты... Ты мне, своему товарищу, не веришь? Ты мне не товарищ. Ты гадина и трус. Ты не имеешь права, меня ранили. Лучше бы он тебя застрелил. С мёртвых спрос уменьши. Ананас позору несмываемого. Да ты что? Ты что, Глеб, я не испугался. Я потерял сознание. Ты не сознание, ты совесть потерял. Ты, когда пистолет он на тебя навёл, не про долг свой думал, не про товарищей своих убитых, а про 50 тысяч выигранных. Да про домик в жаворонках с коровой, да с кабанчиком. Да! Да! Не принятишек своих. Тоже подумал. Здесь меня убьют. Ты что ли горлопан кормить их будешь? Ты их в люди выведешь? Я давно заметил, до сих пор, как выигрыш выполнили. Возненавидели вы меня. И все стали по-другому ко мне относиться. Все стали по-другому смотреть. Как будто я украл, украл этот выигрыш, а не государство мне дало, что я не пробил с вами, не растронжирил свое кровное. Государство мне дало, чтобы его пробить с вами. Конечно. Это он Фоксу сказал, что вы его здесь дожидались. Что? Что ты сказала? А что слышал, то сказала. Фокс на него наган навел и говорит, рассказывай красноперый, кого вы здесь спасете, а то сейчас на небо отправлю. А ваш и говорит, что сам плохо знает, какого-то Фокса здесь ждут. А тот засмеялся да пошел. Она правду говорит? Будь ты проклят гад. Ты всех нас и тех, которые умерли, но пули бандитской не испугались. Всех. Всех нас продал. Из-за тебя бандиты будут думать, что они муровца могут напугать. Оружие. Сдать оружие. Как он тебя напугал? Ты его с предохранителя-то снимал? Вернись. Удостоверение. Скорее. Вон. Вон. Засиделись мы у вас, Михаил Михайлович. Да сидите, сидите. Я все равно не сплю с этими записками тут. Ну ладно, тогда еще выпьем. У вас что, товарищ умер? Бандиты ранили. А другой, сам подок для нас, для всех, подлюка. Не понял. Да ладно. Давай еще. Войдите. Можно? А, Шурочка. Я картошечки горяченькие принесла. Шурочка, ну-ка садись с нами. Выпей. Садись. Ешьте. Я не буду. Умаялась, не бойся, сзади. Целый день на ногах стираешь. Вот, Михаил Михайлович, если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трех головах и головы эти хитрость, жадность, предательство. Если одна прикусит человека, то две другие доедят его дотла. Давай же, Шарапов, поклянемся с тобой рубить эти проклятые головы, пока сабли не затупятся. А там пусть нас к чертовой матери посылают на пенсию из сказки нашей конец. Они и меня могут, как Топоркова, но напугать же Глова кишка тонка. Я их выползней поганых давил и давил. Да ничего страшного, не так уж часто мы собираемся. А проживу я их всех дольше, чтобы вбить кола Осиновой в их поганую яму. В общем, у Васи Векшина две сестрички остались, а бандит где-то ходит по земле, жирует, сволочь. Храбрости ума мало. Что же Вам еще понадобилось? Мы пережили страшную войну, может быть, самую страшную в истории человечества войну. Чтобы загладить все это, нужны годы, может быть, десятилетия, чтобы все это залечить. Сколько же Вам нужно лет? Двадцать, тридцать? Я ждать не могу. А я не предлагаю ждать. Я не предлагаю ждать, совсем не в этом дело. Но я, по моему глубокому убеждению, преступность у нас победят не карательные органы, а естественный ход нашей жизни. Человеколюбие, милосердие. Милосердие – поповское слово. Нет, Михаил Михайлович, с бандюгами покончим мы, то есть карательные органы. Ошибаетесь, молодые люди. Милосердие – это доброта и мудрость. Это та форма существования, о которой я мечтаю, к которой все мы стремимся, в конце концов. Может быть, кто знает, сейчас бедности, скудости, нищете, лишениях зарождается эпоха. Да не эпоха, эра, милосердие. Именно эра, милосердие. А я раньше освободилась. Думала долго, что это придется. А я, как чувствовал, тоже пришел немного раньше. Вы так хорошо выглядите, Валенька. Володя, мы же договорились на пыль. Да, но мы так давно с вами не видели, что... А у нас большая радость. Какая? У нас всех женский персонал должны с кородины переселать. А, я слышал, вопрос уже решенный. Скорее бы. В институте много нагонять придется. Я за два года все перезабыла. КОНЕЦ КОНЕЦ Не смотри так. Интересно, как поживает этот маленький человечек, который свел нас? Знаешь, я тоже о нем подумала. Если бы не этот подкидыш. Слушай, давай навестим его, а? Давай. КОНЕЦ Как бы нам заловить сегодня с тобой ручечника. Цены бы нам не было. А то придется весь репертуар Большого театра пересмотреть. Глеб, откуда у него кличка такая, ручечник? Да, это довольно смешная история. Мы даже сначала думали от его прежней профессии ручки вышибать. Как это? А очень просто. Встречает он, например, какого-нибудь джентльмена, желательно, конечно, иностранца, или вот просто тебя, и начинает его стукать по всем местам и кричать там, Дорогой мой, как мы с тобой давно не метались? Да ты что? В общем, декорация такая, вроде он обознался, а потом, конечно, извиняется, краснеет, уходит. А смысл? Твоя авторучка. Он так ловко хлопает по всем карманам, что выбивает авторучку, а если, конечно, повезет, то и бумажник. Кстати, хороший Паркер с золотым пером. Тысяча рублей стоит. А потом уже... А когда поймали мы его с поличным, выяснилось, что и фамилия у него тоже подходящая. Ручников. А ты в лицо его знаешь? Да это не важно. Главное, чтобы он нас с тобой в лицо не знал. Тут, как говорят французы, шершели фам. В общем, как увидишь самую... самую красивую женщину в театре, знаешь, что ручник где-нибудь рядом бьется. Почему? У него метод работать только с красивыми. Заходят они и в какой-нибудь коммерческий ресторан или там в театр и начинают пасти парочку в дорогих шубах. Ручник, когда ему удается, достает у кавалера из кармана номерок, а она получает в гардеробе шубу и отваливает, и все. Можно подумать, что некрасивая по номерку шубу получить не может. Не скажи. Красивая женщина сама по себе отвлекает внимание. Приятно сделать что-нибудь хорошее, верно? Ну, а потом ему барыши, может быть, с красивой делить приятнее, а? Вот. В этом и есть вся его гнусная психология. Он их использует как воровской инструмент какой-то вроде Фомки. Обидно. Ведь если красивая, могла бы осчастливить какого-нибудь человека на всю жизнь. Что? Могла бы осчастливить на всю жизнь какого-нибудь человека. Могла бы, могла бы. Так, пора нам с тобой, Володя. Пошли. Игра. Без места. Кропус будет без места, товарищи. Мест нет. Пожалуйста. Это нет. Товарищи, я же... Позвали себе место, пожалуйста. Товарищи, я же вам объясняю, на сегодня ничего нет. Ну, товарищи, я... Здравствуйте, вам звонили по поводу нас. Одну минутку. Товарищи, я вас прошу всех выйти. Ну, попозже. Ко мне нужно зайти попозже. На сегодня мест не будет. Не будет, товарищ. Молодой человек, пройдите, пожалуйста. Я очень прошу на сегодня туда, пожалуйста. Я вас очень прошу, пожалуйста, туда. Я вас слушаю, товарищи. Нам нужно два места на сегодняшний спектакль. Так как же вам не стыдно? Звонили из уголовного розыска. Оказывается, по поводу билетов. Да вы видите, у меня герои войны. Я им не только билетов, я им контрамарку дать не могу. Товарищ, вы поняли, кто к вам пришел? Начальник отдела по борьбе с бандитизмом. С бандитизмом, понимаете? Так что вы нам не только контрамарку, вы нам билеты с местами еще там, где мы вам укажем. Раздевайся, Шарапов. Ерунда какая-то не техника. Сказал бы мне заранее, я бы свой армейский взял, восьмикратный. Тебе даю волю, ты подзорную трубу сюда приволок. Что ты думаешь, прекрасные оптики. Слушай, не опоздал бы он только. А что? Две сто лет в этом театре не было. Хотелось. Хотел бы посмотреть Лебединое озеро. Понятно. А кого ты наш красавец, по-моему? Ведите, где-где. Ты не туда смотришь, вон у того прохода. Ну, в сером костюме с дамой. Слушай, он хромой, что ли, с палкой? Ну да, ты с ним побегай наперегонки. Это он трость для понта носит, солидности добирает. Пошли. Ты гляди, гляди за ним. Покупают программки. Так. Зачем шум наверх? Понятно. Товарищи, извините, пожалуйста, у нас произошло недоразумение. На эти места двойные билеты. Прошу вас, пересядьте в центр. В центре, в центре. Пожалуйста, вон два места, прошу вас. Проходите, проходите. Проходите, пожалуйста. Благодарю. Извините, граждане. Вот он. В первой ложе второй ряд. Места жалко плохие достались. Почему? Прекрасно видно, вот он сидит. Спектакль посмотреть. Хорошо, хорошо. Спектакль посмотреть хочется, когда еще сюда попадем. Тоже мне театрал выискался. Товарищи, не мешайте слушать музыку. Хорошо, гражданочка. Твой номер 16, смотри за клиентом. Смотреть хочется туда. Куда он зенится до антракта? Да ты что, Шарапов? Ты что думаешь, он в фойе напрасно около огнеличан терся? Номерочек-то наверняка у него. А я. А ты? Переходи ее в дверь и только не забудь. Дай ей налить шубу. Значит, давай сюда. Подождите, гражданочка. Мне поговорить с вами надо. Я с незнакомыми мужчинами не разговариваю. Я незнакомый мужчина из Мура, так что поговорить придется. Без фокусов. Я не хотелось приметь. Что такое, кто вы такой? Что происходит? Товарищи, только что эта гражданка на ваших глазах получила шубу по чужому номерку. Будьте свидетелями. А вы пройдемте со мной. А вы куда смотрите, что же вы шубу чужую отдали? Проходите, гражданка. Сейчас, сейчас все выясним. Проходите. Костойтесь ко мне. Проходите. Послушаю. Так осрамится перед иностранным. Значит, это так. Посторонних прошу покинуть помещение. А кто здесь посторонний? На несколько минут. Послушайте, любезный. Вы когда... Всего на несколько минут. Вы, любезный, послушайте. Послушайте, вы... Пожалуйста. Пожалуйста. Вы когда... Преворотили театр, черт знает во что. А вот и вы. Накиньте шубку здесь прохладно. Пожалуйте сумочку, прошу вас. Извините нас. Ну, ничего. Я надеюсь, все в конце концов выяснится. Безусловно. Да. Алло. Алло. Дежурный Песконов слушает. Слушай, браток. Ну-ка, запроси мне в адрес нам данные на Волокушину Светлану Петровну. Двенадцатого года. Двенадцатого? Ага. Данные передай Тараскину. Пусть едет сюда. Есть. Ага. Ну-с. Дорогие граждане уголовнички, приступим к делу. Прежде всего это касается вас, дорогая гражданочка Волокушина, или как вас там по-настоящему, не знаю. Жаль. Жаль. Жаль, что я не художник. Я бы картины с нее писал. Ну, да ладно. Писать картины не сподобил меня создатель, но некоторые маленькие тайны я выгадывать умею. И вот одну такую тайну из вашего далекого прошлого я вам сейчас поведу. Когда добрый молодец Петр Ручников уговаривал вас сделать первый вынос, вы, естественно, как и всякая женщина, сначала, ну, как сказать, боялись. И даже плакали. И говорили, что никогда раньше этого не делали. А он вам говорил, что никто никогда раньше этого не делал. И что стоит только попробовать, как вы сразу убедитесь, как это легко и просто. Потому что и делать-то вам ничего не придется. Потому что все заключается в его умении вынуть номерок у фраера Ушастова. Помните, Вологушина? Помните. Бред. Но вы и тут ему еще не совсем поверили. И он вам показывал уголовный кодекс. И говорил, что за кражу личного имущества у граждан по статье уголовного кодекса вам положено от силы трешник. Да и то это в самом пиковом случае, а такого случая при его умении и вашей красоте и быть не может. Я однажды уговорил. Тебе бы не картины, начальник. Тебе бы книжки писать. Таким образом, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье шайкой, которое начало с большим успехом бомбить фраеров в различных культурных учреждениях, в Зеркальном театре Эрмитаж, в Третьяковской галерее, в филармонии. Ну, с этим мы позже разберемся. Но сегодня, граждане, случилась у вас промашка ужасная. И дело даже не в том, что мы вас заловили. А сегодня что? Постный день? Да нет, день сегодня обыкновенный, скоромный. Да вот, номерок-то вы ляпнули не тот. Вещь вы взяли уже на английского посланника. А по международным соглашениям за шубку норковую стоимостью в сто тысяч, всего-навсего, платить придется администрации Большого театра, то есть государственному учреждению. Усекаешь ручников. О чем я толкую? Указ семь-восемь шьешь, начальник. Я шью? Да причем здесь я. Если б ты посмотрел на себя со стороны ручников, ты бы заметил, что указ от седьмого августа, который ты семь-восемь называешь, у тебя на лбу отпечатан. А у сообщницы твоей волокушиной тем паче. Так что по десятке вам, граждане. По десятке на душу населения. А тебе-то какая забота о нас думать. Ну что ж, я был с тобой откровенен. Хочу, чтоб ты и ты со мной пооткровенничал. Продружка твоего Фокса. Плевал я на твою откровенность. Невоспитанный ты человек, Ручников. Выражайся придами поприличнее, а то я тебя огорчу до невозможности. Ну это понятно. Но мне-то какой резон с тобой откровенничать? Да. 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 Он, что ты не будешь. Снимешь ты свой заграничный костюмчик, оденешь телогрелечку и... Или на лесосеку или в солнечный Магадан. Может быть. Но уж лучше в клевту лагерном, на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере. Ты что пялишься? Я вор в законе. И Дружков не продавал. Это потому, что закона ты боишься меньше, чем Дружков своих бандитов. Поэтому, я думаю, правильнее будет тебя отпустить. То есть как? Как? Ты ведь никто не видел, как ты номерок у англичанина увел. А шумы застукали волокушину, так что ее мы будем судить, а ты гуляй себе. А я? А вы, моя милая, будете отвечать. По всей строгости закона, как положено. А приятеля вашего Ручникова мы отпускаем. Как? Но... Ты свободен, Ручичник. Пошел вон отсюда. Но я не виновата. Я же не хотела. Я не знала. Я думала, что... Что же я могу поделать, гражданочка? Иди отсюда, Ручичник. Не свети, ты нам мешаешь. Проводи его, Шарапов. До автобуса. Так же нельзя, вы работаете в Большом театре. Что бы мог подумать? Ничего, я дорогу знаю, спасибо. Хорошо, хорошо, но со мной будет надежнее. Особо ценный фрукт. Что с ним? Отведешь его в Фердинанд и подождешь нас. Меня отпустили. Не имеешь права, старший приказал. Давай, давай, шагай. Нет, но старший приказал. Все ясно, твое место в буфете. Светлана Петровна, мне лично вы глубоко симпатичны. Только поэтому я и веду с вами эти разговоры. Нужно было просто отправить вас в тюрьму. Нет! Ой! Ну, а дней через двадцать дело уже в суде. Ну, вы же не маленький, сами понимаете. После того, как вас предал Ручников. Он ведь вас предал Ручников. Нам и доказывать-то осудно ничего не надо. Все ясно. Взяли вас в манто, свидетели у нас имеются. Так что встать, суд идет. Что? Чего вы хотите от меня? Я хочу. Я хочу, чтобы вы сами себе помогли. Чистосердечным раскаянием. И своим признанием, и рассказом о вашем прошлом. Вы себе расчистите дорогу к новой жизни. Да, я расскажу все. Я все расскажу, все. Верю. Про всех случаев, когда мы брали чудо. Я вам верю, верю, верю. Верю, что вы на пути к новой жизни. И что этот отрезок вашей жизни, вы будете вспоминать, как ужасный сон. Но для начала, у меня к вам есть один маленький вопрос. Один маленький вопрос, просто для того, чтобы проверить вашу искренность. Да, 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 спрашивайте, да, да, да. Вы ведь часто с Ручниковым встречали Фокса? Когда это было последний раз? Это было дней... Да, дней пять назад, может быть шесть. Где? В коммерческом ресторане «Астория». Он был один? Да, он был один. А у них что, общие дела с Ручниковым? Нет, что вы, Ручников ни с кем дела не имел. Он сам говорил, что у него работа ювелирная, и он в помощниках не нуждается. Прекрасно, прекрасно. А теперь, Светлана Петровна, вспоминайте очень старательно, потому что от этого, может быть, вся ваша судьба зависит дальнейшее. Припоминайте до мельчайших подробностей, как они связывались, Ручников с Фоксом. Ручников с Фоксом? Ручников... Ручников звонил несколько раз какой-то подруге Фокса. Кажется, они... Кто такая и где работает? Я не знаю, но Петя говорил что-то про вагон-ресторан. Может быть, она официантка или на кухне? И вы ее никогда не видели? Нет, не видела. Смекай, Шарапов. Ну, конечно же. Продукты прямо с базы, с магазина, они... Ты представляешь, сколько товара можно пропустить через вагон-ресторан? Это же Клондайк, Эльдорадо. А скажите, а вы не припомните, как обычно одевается Фокс? Фокс, сейчас скажу. Шарапов, а ну-ка, дуй в мур, допроси ручника и вытряси из него любым способом телефона. Крути, верти его, как хочешь, но телефон положи на стол. Хорошо. Он носит обычно военную форму без погон. Но форма очень дорогая, как у старших офицеров. И еще у него на кителе этот орден Отечественной войны. А ну-ка, дай книжечку сюда. Посмотри, Вань, книжечка какая интересная, а? Вот бисова душа, одни телехвоны, а фамилии ждет. Только номера-то какие-то галочки. А вот мы сейчас и посмотрим на А. Аня. Так там только один телехвон. Слушай, Вань, хочешь позвонить одной милой женщине? Если ты ей понравишься, она тебя в вагоне-ресторане прокатит. Накормит до отвала. Хэ, не откажусь. Говори, номерок, наладим связь. А номерок такой. К-4, 16, 32. Ну так что? Что они передают, для Фоксу поклон? Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут. Зараза. Копытин, давай на Петру. Копытин. Ну что, друг Фитнэк. Вижу, вижу. Есть, Усты. Квались. Телефон Ани. Надо проверить через узел, где он установлен. Ехать, посмотреть на месте. Что, не надо? Адрес телефона узнать можно, а ехать тогда рано. Там надо сначала провести оперативную проверочку. Не понимаешь? Никакой Ани там нет. И, скорее всего, она никогда там не бывает. Ну, а кто ж там бывает? Не знаю. Скорее всего, никто. Алло, К-5-12-84 меня наберите. Это связной телефон. Я с такими штуками уже сталкивался. А, да, Киреев! Жеглов говорит. Ну что, кончилась опера? Ну, болеет, болеет. Ага, значится так. Появится этот англичанин, веди его в администраторскую и составьте протокол опознания шубы. Это первое. Второе. Обязательно возьми с него расписочку, что шуба возвращена ему в полной целости и сохранности. Вот так. А какие еще разговоры? А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют. Да-да. А правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Вот так. Ага. Да, забеги в дежурную часть. Зарегистрируй на нашу группу раскрытие кражи, ладно? Ну, договорились. Так ты объясни, не выпендривайся. Да я не выпендриваюсь, Володь. Я что-то устал за эти дни. А насчет телефона мыслю так. Сидит около аппарата совсем никченый человек, попка, понимаешь? Ну, он спрашивает, кто звонил. Потом ему перезванивают, Аня или Фокс, он передает. Понимаешь теперь? Ну, все-таки нужно попытать этот вариант, вдруг это не так. Обязательно попытаем, Володя. Тем более нам эту Аню надо теперь найти позарез. Если мы ее с тобой вычислим, мы и Фокса обязательно возьмем. Это тебе не Соболевская, а тут у него любовь с интересом, тут у него лежбище. Глеб, я разбирался с письмами, которые у Ларисы Грузевой были. И одно из них вроде любопытное. Подруга ей пишет, Ира, о том, что разошлась со своим дружком. Так вот, в конце письма она ее предупреждает. Если он появится на твоем горизонте, будь с ним поосторожнее, голубушка. Ну, это дела, Амурный. Хотя, вот что. Ты съезди туда. Какой адрес? Божидомка. На Божидомке? На Божидомке. Ира на Божидомке? Ира. Слушай, Орел, а это не Соболевская часом? Эх ты, сыщик, прах тебя побери. Значит, выходит, Соболевская была знакома с убитой? Ой, извините, пожалуйста, проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Я знала, что вы вернетесь. Вы почему мне не сказали, что ваше замечательное приключение Фокс Причастен к убийству Ларисы Груздевой. Ведь я только тогда об этом подумала, когда вы пришли. Неправда. Вы об этом давным-давно в письме Ларису предупредили. Ну, что вы. Я имела в виду совсем другое. А именно. Что вы имели в виду, когда написали ей? Будь с ним поосторожней, голубушка. Соболевская, голубушка. Понимаете, есть вещи, о которых женщине трудно говорить. Я никогда бы вам не сказала то, что скажу сейчас, если бы не смерть Ларочке, перед которой все меркнется, теряет смысл. Одним словом, Фокс бросил меня, чтобы заняться Ларочкой Она на 10 лет моложе меня Я не сердилась, я жалела ее Я говорила и предупреждала, что все это плохо кончится Но я не могла предвидеть такого конца А сейчас? А сейчас я знаю то, что знают все Иван Сергеевич, что он за убийство Ларисы Еще я знаю то, что вы ищете Фокса Боюсь, что вы неверно представляете картину преступления Ведь вы думаете, что Груздев убил Ларису из ревности, так? Невероятно упрощенно все получается Не забывайте, они мирно расстались Иван Сергеевич жил с новой женой Я думаю, не устроил ли Фокс какую-нибудь Невероятную Оскорбительную каверзу Он мастер на такие шутки А если предположить кое-что другое? Например? Например, что они нашли общий язык С Груздевым против Ларисы Думаю, вряд ли они не были знакомы Ну, тогда как вы объясните, что у Фокса нами найдены некоторые вещи, Ларисы? Вы все-таки нашли его? К сожалению, пока только вещи А знаете, несмотря ни на что Лариса была иногда со мной откровенна Незадолго до смерти Она Мимоходом сказала мне, что Фокс сделал ей предложение, что Уговаривал бросить сырую, слякотную Москву Уехать к нему на родину в Крым У него есть на примете недорогая, но очень хорошая дача Директор местного театра и его друг Который ему во всем жизни обязан Так что карьера Ларочки обеспечена Так-так уже теплее Ну, я не стала ее отговаривать Вы же сами понимаете Могла подумать, что из ревности И все такое прочее Но, видимо, она так И подумала, потому что выслушала мои советы Но и только Да Действительно, во всей этой истории Фокс и Грузиев чем-то связаны друг с другом Но вот чем пока мы не можем ответить на этот вопрос Единственный человек, который бы мог помочь в этом, Фокс Где он бывает, если вы действительно не знаете его адрес? В ресторанах? В каких? Ну, я не знаю Музей он не ходит, в библиотеке не записан Где же ему еще бывать? А вы с ним в каких ресторанах бывали? Да мы были всего два раза Где же? В Астории Вы должны будете поехать с нами в Астории и опознать его За кого вы меня принимаете? Мы вас принимаем за знакомую человека, которого мы подозреваем в убийстве Стать вашей подруге Да, насильно близко у меня человек Даже если он Оказался прохвостом Я не стану Ты представляешь, Шарапов, как эти мерзавцы распоясывались? Девчушка во дворе гуляла, а мать, значит, на работе была Подходит к ней военный и спрашивает Как твоя фамилия? Нет, дядя сказал Как тебя зовут? Я сказала Лидочка А фамилия Воробьева У них отец на фронте погиб Ну, девчонки, понятно, ничего не сказали Зачем ребенку знать? А эта мразь, говорит ей Лидочка Воробьева, очень хорошо А где твой папа, Лидочка? На фронте? Вот и нет Папа твой раненый, в госпитале Сейчас выздоравливает, возвращается домой Я вот пораньше приехал узнать Как готовиться к встрече героя То да сё Короче, поднялись в квартиру Дал тридцатку девчонке За мороженое послал Когда вернулся, уже и след простыл И всё, сволочь, из квартиры вынес В истерике была мать Понятнее, по вещам По отцу убивалась Да не реви ты, ради бога Я эту скотину из-под земли достану Из кожи вылезу, а найду Коля, слушай, ты случайно здесь делал? Не видел на столе? Откуда? Меня не было Здорово, Шарапов Что слышно на белом свете и в его окрестностях? Пора перестать плакать, малышка И вы, гражданочка, успокойтесь Мне с делом работать надо А ты забрал несказавший адрес Какого адреса? Ну, дело у меня уголовное, Грузевское На столе лежало Здесь Мы стараемся найти Дело Грузевское У тебя на столе лежало? Ну и где оно теперь? Не знаю Я подумал, ты взял Да ты что говоришь, Шарапов Ты соображаешь или нет? Ну, у тебя на столе лежало дело Когда? Ну, это как Когда я письмо Соболевской к подруге читал Потом еще к ней поехал Дело на столе оставалось Вот здесь вот Знаешь что, Тараскин? Возьми людей, перейдите в другой кабинет А то мы вам помешаем Идите, гражданочка Идите, идите Спокойно Я постараюсь найти Обязательно В сейфе смотрел, нету? Куда же нам могло деться, Глеб? Ведь я даже не мог себе представить Что какое-то дело может пропасть Из запертого кабинета в Муре Куда могло подеваться? А ты вот этот вот плакатик Внимательно изучал? Товарищ, береги А дело-то поважнее Нагана будет, а? Ты когда-нибудь его у меня На столе видел Ну вот так, чтобы меня за столом не было А дело бы лежало Да ты его и в руки-то никогда целиком не брал С ним работаем мы То Тараскин Правильно, правильно, правильно А с отдельными документами я работаю? Работаешь, ну и что? Ну вот ты, к примеру, хоть один документ У меня на столе прочитал? Не прочитал Ты всегда переворачиваешь, если подходит кто Правильно А ты задумывался, почему? Я тебе отвечу Иной преступник за любую бумажку На моем столе или на твоем Безразличном полжизни отдаст От вас у меня, конечно, секретов нету Но это привычка, понимаешь? Многолетняя привычка Ни одного документа по стороннему глазу А тут целое дело пропало Да, история паскудная Трибуналом пахнет Что же делать, Глеб? Не знаю, что делать Думай Трибуналом пахнет Трибуналом пахнет Трибуналом пахнет Трибуналом пахнет Трибуналом пахнет Трибуналом пахнет